Здравствуйте! В эфире своего ТВ новости. Меня зовут Екатерина Сегеда. И вот главная тема этого выпуска. Машук закончился, солнце зашло, время паковать чемоданы. За последними минутами молодежного форума наблюдал Леонид Нечапуренко. У меня самое интересное. Сколько же я все равно пила. Чем удивил водитель инспекторов в Благодарненском округе? Дальше, процветание, долгих лет жизни города и всего самого лучшего. Теплые поздравления от горожан и туристов, как Железноводск отметил свой юбилей. Теперь подробнее об этих и других событиях. Привиться от гриппа этой осенью смогут больше половины жителей края. Текущую эпидситуацию обсудили губернатор Владимир Владимиров и министр здравоохранения региона Владимир Колесников во время рабочей встречи. В больницы и поликлиники должны прийти полтора миллиона доз препарата. А с учетом того, что на фоне коронавируса грипп может протекать особенно сложно, принято решение закупить вакцину дополнительно. Чтобы не остаться с этим тандемом, который является крайне грозным, нам нужно привить как можно большее количество людей. Вашим решением мы приобретаем сейчас 85 969 доз вакцин дополнительно. Помимо этого есть запрос федеральный центр на то, чтобы получить еще 5 процентов. Еще один вопрос повестки – нацпроект здравоохранения. В этом году в его рамках на ремонт и итоговое укомплектование клиник края потратят почти 5 миллиардов рублей. Также губернатор обратил внимание на то, что все медучреждения региона должны быть обеспечены квалифицированными специалистами. Программа, которая у нас ведется по возвращению врачей, ее нужно расширять. Земский доктор нужно поддерживать. И дальше нужно насыщать медицину Ставропольского края врачами. И тогда у нас все получится. В самый короткий, самый цифровой и самый осенний в Пятигорске завершилась очная смена Всероссийского молодежного форума «Машук-2020». На протяжении пяти дней участники учились, заводили новые знакомства, общались с лучшими российскими экспертами и кутались в спальные мешки, спасаясь от сентябрьской прохлады. А самому успешному и удачливому форумчанину достался новый автомобиль. За последними минутами работы «Машука» наблюдал Леонид Нечапуренко. «Машук» подходит к концу. Время паковать чемоданы. Поклажа – это увесистая. Большинство участников основательно подошли к сбору вещей, чтобы наверняка хватило на пять насыщенных и непростых дней. Но главный багаж, который отсюда увезут, не измерить килограммами. Это знания и опыт, которые останутся надолго и наверняка пригодятся в будущем. Солнце садится. Программа форума отчитывает последние минуты. Это время, когда участникам нужно успеть очень много. Собрать вещи, попрощаться со всеми новыми знакомыми и задаться как минимум двумя вопросами. Что останется после меня и что возьму я с собой? Я обрел здесь свою семью. Я безумно рад, что здесь нашлись ребята, которые действительно как моя семья. Мы стали очень близки за такое короткое время. Что для меня главнее? Это знакомство. Это знакомство с хорошими людьми, это хорошее настроение, хорошее отношение. Это какие-то связи тоже, которые мне понадобятся в моем будущем. Было очень много полезной и хорошей информации, которые мне в любом случае пригодятся. И которые я буду использовать в дальнейшем над работой с собой. Итоги форума подвели во время церемонии закрытия. На главной сцене отметили лучших, самые успешные команды, тех, кто наиболее активно проявил себя на разных площадках. Ну а главный итог, это пожалуй то, что Машук в непростые дни борьбы с коронавирусом не просто подтвердил, а укрепил свой статус крупнейшего молодежного форума страны. Территория смыслов, которую мы оценивали, Таврида и многие другие форумы, у них есть свои преимущества. Но то преимущество, которое есть у вас в соседстве, в умении общаться друг с другом, в умении находить общие смыслы и двигаться, решая серьезные задачи, это действительно преимущество ваше. Участнику с самым высоким рейтингом полагался главный приз – легковой автомобиль. Но лидеров набралось на целую футбольную команду. 11 человек вышли на сцену, чтобы сразиться за победу в интеллектуальном конкурсе. И лучшей оказалась Олеся Постникова из кабардино-балкарской делегации. Я в это не верю еще, я в это просто еще не верю. То, что я выиграла машину, я этого не ожидала. Я думала, я не выиграю, я до последнего была уверена, что я не выиграю. Прав у меня нет, у мужа нет, но я найду, я сдам на права, ничего страшного. Даже принимая награду, Олеся по привычке пытается сесть именно на пассажирское сиденье новой легковушки. Вождению ей только предстоит научиться. Стремление получать знания и развиваться дальше – это еще один подарок Машука всем его участникам. Леонид Нечапуренко, Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение. Теперь о происшествиях. Одному из осужденных из правительной колонии Кочубеевского района пытались передать наркотики. Сотрудники при досмотре посылки обнаружили в тюбике с зубной пастой белый порошок. Экспертиза показала, что это запрещенное, сильно действующее вещество. Проводится проверка. О других ЧП в оперативной сводке. Ошибка не научила. Полицейские Благодарненского округа заметили легковушку, которая ехала с нарушениями. За рулем находился 33-летний местный житель. Инспекторы сразу поняли – причина дерзкого вождения – алкоголь. Объянение подтвердило и медосвидетельствование. Оказалось, в этом году мужчину уже оштрафовали и лишили прав больше, чем на полтора года. В связи с повторным нарушением возбудили уголовное дело. Оставил без присмотра. В полицию Пятигорска обратился житель Челябинской области и сообщил о том, что обворовали его автомобиль. Оперативники вышли на след 37-летнего ранее судимого местного жителя. Он пояснил, что заметил сумку на заднем сидении машины. Злоумышленник вскрыл замок, пока никто не видел, и забрал вещи. Общий ущерб – 24 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Ненадежное алиби. 24-летний житель соседнего региона пришел в полицию Шпаковского района и рассказал захватывающую историю. Якобы он ехал на своей машине по Демино, устал и остановился отдохнуть. В окно постучали четверо мужчин и попросили выйти. В ходе ссоры парня избили, а через несколько дней он обнаружил пропажу 200 тысяч рублей и сотового телефона. При проверке полицейские выяснили, что все это – ложь. Так парень пытался скрыть от родителей то, что потратил деньги на свои нужды. Теперь ему придется ответить по закону. Продолжаем выпуск. Сентябрь для Ставрополя – это тоже череда праздников. День рождения отметил Железноводск. Как оказалось, там живут и отдыхают настоящие великаны. А еще люди сильны не только телом, но и духом, пожелавшие встать еще до зари. Их, к примеру, последовала и наша съемочная группа. Все подробности у Марии Гнездиловой. Это белый амур. Еще пока не взвешивали. Ну, примерно 3 килограмма. Раннее утро. На берегу обновленного курортного озера расположились еще сонные горожане и туристы с удочками. Еще бы, ведь накануне в воду выпустили почти 5 тонн рыбы. Впрочем, есть и еще один повод. Рыбаки таким образом отмечают день рождения Железноводска. Карп. Карпик. Но маленький. Всего 500 грамм. 600. В этот раз среди рыбаков чувствовались напряжение и спортивный азарт. Вот такие трофеи можно добыть на соревнованиях в Железноводске. Это белый амур весом килограмма 3-4, не меньше. Явный претендент на победу. Оп. Красавчик. Вкусный. Правила строгие. Только одна удочка на человека. Рыбалка с берега. Зато в собственных методах и секретах удачи нет ограничений. Поплавки с утяжелителями и без, с прикормкой и только на наживку. На крючках у одних по старинке тесто из жмыха и муки, у других – горох или кукуруза. А вот туристу с Камчатки Стефану Гориному для рыбы и красной икры не жалко. Вот специально навязал мешочки. Это чулки женские. Туда, видите, икру положил, и мешочки. Это так ловят у нас на Камчатке рыбу. С детства вырос на море, на речке, на берегу Охотского моря. Поэтому как бы с детства рыбачил. Ну и тут, видите, тоже разнообразие, так сказать. Вот только деликатес оказался не по нраву ставропольской рыбке. Зато Стефан успел полакомиться ухой по железноводскому рецепту. Практически весь улов отправили в котел с двумя сотнями литров воды, в том числе минеральной. После сытного обеда – награждение. Первое место за самый большой улов досталось восьмилетнему железноводчанину Рамазану Баталову. Справедливости ради стоит отметить – папа помогал. Намеренно я его не учил. Он просто «папа, можно я сделаю так? Папа, можно я сделаю так? Папа, можно я червяка одену? Папа, можно я кукурузу одену?» И все, вот так. Ну, в крови просто. И в увлечении ему нравится. А ближе к полудню праздничные мероприятия переместились чуть выше – на Аферум площадь и ступени каскадной лестницы. Здесь все желающие могли посоревноваться в силе и ловкости, спеть песню или вместе с профессиональными художниками написать картину, посвященную Железноводску. Дальшего процветания, долгих лет жизни города и всего самого наилучшего. Я желаю городу Железноводску быть еще более красивым. Здесь очень красиво стало, облагородили все. Я понимаю, что… Очень приятно здесь проводить время, вечерами, особенно. Всего самого хорошего. Я желаю ему только красиветь, процветать. В день города в Железноводске объявили розыск потомков великанов. Искали самые длинные усы, крупный нос, ладонь, бицепс, рост и даже лайк. Проверяли не только линейкой, но и делом. Так, например, явный потомок сильного великана 62 раза поднял над собой 10-килограммовую гирю в честь юбилея Железноводска. Двадцать четыре! Двадцать пять! Поздравили город с днем рождения мастера со всей России. К юбилею Железноводск пришел с большими победными итогами. За последние несколько лет в городе отремонтировали каскадную лестницу, благоустроили территорию у озера. Курорт стал по-настоящему умным благодаря внедрению современных технологий. А цели на будущее не менее грандиозные. У нас каждый год растет приток отдыхающих. Наша самая главная задача, на самом деле, самая главная задача, чтобы все жители Железноводска знали, что они живут в самом комфортном городе. Огромные природные ресурсы, огромный запас минеральной воды. И мы этим гордимся, будем продолжать именно по этому пути идти. Праздничные площадки в Железноводске работали целый день. Не обошлось и без дискотек. Сначала дневной, пенной, затем вечерней, танцевальной. Ну а завершился праздник гигантскими залпами зеркального салюта. А с юбилеем любимый город Железноводск поздравляли Мария Гнездилова и Антон Поляков. Ставропольское телевидение. Ну это все новости к этому часу. Еще больше их на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там много интересного. И присылайте свои вопросы на номер, который видите на экране, а мы постараемся на них ответить. Ну а впереди прогноз погоды с моей коллегой Марией Никитиной. Я передаю ей слово, а с вами прощаюсь. Меня зовут Екатерина Сегеда. Всего доброго. Здравствуйте, дорогие зрители своего ТВ. О погоде на вторник, 22 сентября, расскажу прямо сейчас. В Ставрополе потеплело. Днем температура воздуха плюс 22, ночью плюс 12 градусов. В Изобильнинском и Новоалександровском округах ясно. Днем плюс 25, ночью плюс 12. В Пятигорске и Минеральных водах переменная облачность. Но осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, ночью плюс 10. В Кисловодске ясно. Температура воздуха плюс 20 градусов днем и плюс 7 градусов ночью. Смотрим на восток края. Там ясно. В Ипатово, Арсгире, Дивном, Нефтекумске, Буденовске плюс 24 днем и плюс 10 ночью. А как вы думаете, почему на тропическом побережье Чили нет пляжных курортов? Чили не повезло с пляжами, так как именно вдоль этой страны проходит мощное холодное перуанское течение, которое превращает тропики в зону некомфортного купания. Но чилийцы нашли выход. Они построили самый большой бассейн на планете. Площадь воды в нем занимает 8 гектаров, а длина превышает километр. А на этом у меня все. Увидимся на своем.